Вот узнали. Она повысится, и вы понимаете, как вы считаете, что нужно, чтобы она повышалась или понизировалась? Вот ваше мнение. Давайте порассуждайте. Хорошо. Какая ключевая ставка в Европе? Не знаю. Кто-нибудь знает, какая ключевая ставка в Европе? Я знаю. Отлично. 0,25. Деваша, только отрицательная ключевая ставка. Она говорит, что 0, она мин. А знаете почему? Для того, чтобы деньги работали. Потому что иначе кто-то кладет на депозит и получает дивиденды. А откуда их брать? Деньги должны. Деньги, которые приносить деньги. Работа. У нас 10%. А какая инфляция у нас? 5,6%. 5,4%. Это по 16. Это нише инфляция, которую мы достигли. А какой инфляции мы стремимся? Нет. 0, конечно. Ну, я не такой мудрец, как я. Мы стремимся к 4%. Это экономически наиболее эффективная ставка. Которая дает возможность производству развиваться. И индекс потребительских цен, что был невысоким для того, чтобы была возможность у граждан, вести нормального образа жизни. Так вот, видите, все-таки правильно, что мы начали с того, что... Прежде чем задаешь вопрос, мы сначала помним, зачем теперь? Знай. Вот вы для чего этот ключ? Возможно, человеку будет кто-то. Да. Екатеринбург. Отлично. Вот вы приехали, бросили дом и целенаправленно прибыли в Санкт-Петербург, чтобы получить знания военного инженера. А для чего? Чтобы развивать промышленность. Промышленность? Хорошо. А какую? Ракетную. Ракетную. Еще лучше. А вы уже угнали до того, заработки высокие? Или вас этот вопрос материально не интересует? Я за идею. Еще идея не есть? Нет. Хорошо. Совет денег. А? Совет денег. А? А может быть, вы же верили больше? Урешаем. Здравствуйте. Молодец. Я из института совета, значит, факультет международного промышленного менеджмента. Друзья, у меня предложение. Встаете, представляетесь, докладываете, кто такой, излагаетесь. Да, простите. А, Якуб Алексей, факультет международного промышленного менеджмента. У нас факультет весь конеч. Соответственно, мы платим наше обучение. И я вступаю в студсовет. Я председатель студенческого совета по факультетному своему. И я работаю только за идею. Исключительно. Потому что у меня нет стипендии, нет повышенной стипендии. Но вот этот вопрос именно насчет идей. По сути, я его поддерживаю. Вы работаете на будущем в своих карьерах и со всей этой идеей. На идее тут тоже. Хорошо, а вы за учебу платите? Да. А если вы откуда берете? Ну, мне помогают родители. Хорошо. Ну, спасибо, помогаем. А кто-нибудь брал кредит на учебу? А что смеете? У нас есть на факультете такой студент. Я знаю одного. Он брал кредит и как бы работал потом, чтобы выплатить его. Ну, вот он учился и работает, чтобы выплатить. Ну, у всех же есть возможности. Или чтобы кто-то помогал. Спасибо. Поэтому это нормальная практика. За рубежом. Причем ставки кредитования, образовательного кредита, он не высокий. Там очень непроходный условие. И долго можно еще лет десять после окончания института продолжать это вылачивать, несмотря на то, что тебе сместные люди на все сто процентов учить. А если еще попасть в какую-нибудь федеральную врачебную программу, то еще и можно кладить половину. Для этого надо учиться хорошо. И стимулы, и существа. То есть на самом деле, даже приобретая профессиональные какие-то знания, все равно нужны экономическое, финансовое, кредитное, ледерное. А кредит – это вообще хорошая вещь или плохая? Как вы считаете? Хорошая. Хорошая? Хорошая. Кто сказал? Как вас зовут? Стандарт Иванов. А кто? Гробов. 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 Евгений. Евгений. Меня не зовут. Я сам приходил. Евгений. Вот кредит – хорошая вещь. В чем прошло? У меня вдумя начали старшим, руководителем рабочей группы по урегулированию проблем валютной ипотеки. У нас 20 тысяч бездолинов, которые попали после того, как валялся рубль. И все попали на рубля. Средств не хватает. Это колоссальная проблема. Люди лишаются жилья, люди лишаются работы, люди лишаются здоровья, психи, нервов. Я не знаю, там, что-то расходится с одной стороны. С другой стороны, те, кто выбрали иные пути ипотеки, рублю, они, наоборот, радуются. Человеку привлекают жилье, выплачивают. Но для этого надо, конечно, работать, надо эту профессию зарабатывать прилично. А сегодня у нас платят не за то, что ты приходишь на работу, а за то, что ты что-то привносишь. И этим отличается социальное государство от рыночного. Вы знаете, что мы рыночного государства играли? Нет? Или кто-то еще помнит? Мы же не социальное государство. Вы ипотеку не забираете? Собираюсь. А по-другому просто не получится накопить. Это хороший инструмент для накопления денег средств, например. Правильно. При наличии постоянных источников дохода. Да. Но есть же разные пути. Можно же снимать жилье. Вы знаете, что в России собственное жилье в три раза больше, чем во всей Европе. Там все живут на съемном жилье. Снимают. Зато всегда свободны. Не нравится, кто может жилье по кругу. А тут привязан к жилью. За квартиру по ипотекте заплатишь три цены. А продаж неизвестно за сколько. Все считать надо. Это я все пытаюсь ответить на тот вопрос. Насчет ставки. С одной стороны, ставка повышения средств. Не надо понижать. С другой стороны, вот смотрите. Ну, как Эльвира Северсовна сказала, что в первом половине 2017 года похоже на историю. Понижение ставки. Потому что сегодня идет основная задача Центрального банка. Нескорпляться. Что за стабильность в государстве. Нужно держать уголь сильный. Чтобы можно было задуматься о том, что он попал в корзину тех валют, которые держит государство. И расплачивается. Но в принципе, конечно, ставка будет понижаться. Это означено. Об этом все говорят. Потому что правильно быть. Он бы человек, он бы. Кредиты нельзя получать или иметь меньше, чем ставка. Это у нас это. Или ключевая ставка. Спасибо, Игорь Иванович. Ну, конечно, наша страна...